Исламская партия Возрождения. Так называлась первая общественно-политическая организация мусульман современной России. Учрежденная на съезде в Астрахани в 1990 году, она стала своеобразным индикатором перемен, происходивших в СССР. Ведь еще двумя годами ранее никто и подумать не мог, что в стране, где религия считалась опиумом для народа, станет возможным создание религиозно-политического движения. Появилась какая-то зрелость, понимание, мы видели, что процессы идут, что появляются какие-то институты демократии, то есть возможности уже больше высказываться, нужно на основе гласности. И уже после того, как мы увидели, что регистрируется помимо имевшей место на протяжении 70 лет коммунистическая партия, либерант демократическая Шириновского регистрируется, мы подумали, что так посовещались, почему бы мы не зарегистрировали бы такую же мусульманскую партию. Правда, даже несмотря на изменение курса государства и неразбериху тех лет, власти пытались помешать активистам провести съезд. Так уж сложилось, что с развалом Союза распалась и партия. Подавляющее большинство ее членов были выходцами из Средней Азии, а она оказалась раздроблена на пять независимых государств. Пальму первенств взял на себя самый отдаленный от Москвы Таджикистан, где население было наиболее религиозным. Там учредили ПИФТ, партию исламского возрождения Таджикистана. Вплоть до 2015 года она была единственной мусульманской партией на постсоветском пространстве, представленной в парламенте страны. Сейчас в результате политических махинаций партия запрещена, а большая часть ее руководства отправлена в тюрьмы. Им давали последнее время их существования в парламенте Таджикистана, несмотря на то, что известно, что они набирали большое количество. То есть у них были очень много сторонников в Средней Азии и Таджикистане, набирали очень большое количество. Но, как мы знаем, авторитарные среднеазиатские государства просто чисто формально давали два места в парламенте. В России же партия постепенно трансформировалась в несколько общественных и религиозных организаций и групп, сыгравших впоследствии большую роль в процессах развития мусульманского сообщества страны. Первую организацию я создал в 1992 году, сразу после распада. Тут же я зарегистрировал «Исламский клуб». Да, это первая общественная такая организация. Потом переименовали мы ее в «Исламский конгресс» и работали долгое время. На Кавказе тоже зарегистрировали такого рода общественных организаций, мусульманских общественных организаций тоже, которые проводили какие-то общественные работы. Конечно, «Исламская партия Возрождения» была не единственной попыткой легального оформления политической активности мусульман в истории России. За 80 лет до Астраханского съезда в 1905 году на волне Первой русской революции была учреждена партия «Итифак Аль-Муслемин». Ее депутаты, в отличие от деятелей ИПВ, заседали даже в Государственной думе. Мы еще были недостаточно зрелые, чтобы заниматься политикой. Это первое. То есть у нас еще не было никакого опыта. То есть мы были общественники. Вот по большому счету у нас не было ни у кого политического опыта. Никто не работал в каких-то структурах, организациях и так далее. Даже людей с высшим образованием у нас было пересчитать по пальцам. Да, просто, которые были с высшим образованием. В основном у нас были такие вот просветители. Тем не менее, партия дала путевку в жизнь многим мусульманским лидерам постсоветской волны. С нее начинали свой путь Ахмад Кади Ахтаев, он же первый руководитель ИПВ, выдающийся философ Гейдар Джамаль, этнолог Вали Ахмед Садур, исламский деятель и проповедник Мухаммад Карачай, политолог и политик Шамиль Султанов, Мухаммад Салихиддинов и многие другие. Это, наверное, и можно назвать самой главной ее заслугой.